привет всем дорогие мои зрители с вами сегодня снова ольга вару я с вами не виделась уже больше месяца я ездила в минск я ездила в минск к своей дочке у меня было такое событие как юбилей случилось мне 50 лет исполнилось и к этому празднику так называемому дню рождения моя дочь преподнесла мне самый лучший в мире подарок она родила сыночка соответственно у меня появился внук чудесный маленький бутузик 4 килограммовый когда он родился сейчас он уже значительно больше и это был самый 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 замечательный подарок который можно только подарить на этот юбилей поэтому я очень довольна и счастлива конечно сейчас я уже уехала вот уже несколько дней здесь и я не могу к этому привыкнуть что я не вижу своего внука но мы в ноябре снова летим минск мой муж когда услышал что я буду очень скучать и начала ему хныкать в трубку что мне не хочется уезжать он тут же купил билеты в минск вот билеты минск у нас уже в кармане можно сказать и мы летим снова конечно я хочу отозваться белорусской медицине на которую все многие катят бочки что там все очень очень плохо но вы знаете родить ребенка это огромная огромная работа и эти замечательные люди белых халатах которые трудятся за такие небольшие деньги просто совершают чудо я просто безмерно благодарна что все хорошо получилось что сыночек у моей дочки родился хороший здоровенький и 4 килограмма все-таки это не маленький и поэтому я хочу петь воду белорусской медицине честное слово и вообще-то есть чем сравнивать все-таки очень очень все там неплохо в этом отношении вот поэтому вот такие у меня события здесь здравствуйте бабушка мы спим мы спим отлично у нас еще одна попытка посетить почитать это не фото это видео замираешь мы присели немножечко и он уже начинает просыпаться потому что мы все время садимся и просыпается не хочет не хочет стоять абсолютно поэтому приходится гулять мне кажется скоро я перейду на аудиокниги но все равно попытка есть это была закладочку вот таким и хрюкаем и сейчас будем просыпаться качай не качай все равно поэтому ехать читать да только вперед только вперед то если качаешь туда обратно он тоже абсолютно никак поэтому я читаю очень мало на улице но немножко мама пристает что я читаю не разговариваю с ней ну потому что покрасили я села в эту краску труку все измазала хорошо что не написано обычно раньше было написано мне кажется кто-то решил в это гадость сделать на мне кажется кто-то профессионально покрасила не написал ничего я сидела и все все в краске что я собираюсь здесь сделать ближайшее время ближайшее время я хочу запросить новые курсы языковые по моему такое уже может предоставиться в сентябре вроде бы как начинается новый курс поскольку экзамен я на уровень а2 сдала очень хорошо я набрала 95 баллов из 100 возможных я считаю что очень неплохой результат ну и уровень был конечно не вот такой чтобы слишком высокие а2 вот но для десятилетнего вида нажительства это уровня хватает и следующий мой этап я хочу конечно закончить курс и получить следующие уровни языковые потому что как я себя чувствую наверно уровень b1 b2 если вот так утвердо стоять на ногах скорее всего b1 b2 дальше даже пока не замахиваюсь потому что c1 это уже для меня слишком высокий уровень хотя училась на курсы на c1 но я чувствую что это трудно тяжело достаточно у нас из 20 студентов нет из 15 сдала только три человека то есть было непросто вот так так что начинается опять французская жизнь непривычно мне после минска здесь находиться но что я могу сказать если вы хотите получить какой-то профессионализм сделать как купить какие-то качественные вещи качественную продукцию получить очень хорошую качество медицину то наверное нужно ехать в беларусь вы не ошибетесь если вы хотите получить вежливое отношение культурное обслуживание то это конечно разговор идет о франции потому что некоторые вещи миг были беларуси очень очень непривычно поначалу я отвыкла что в принципе там тоже уже культура начинает потихонечку расти но было непривычно например что в магазине них всегда здороваются иногда даже когда первая здороваясь даже не всегда отвечают но это к счастью не везде но как-то очень 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 все чувствовалось и например даже скажем даже скажем некоторые были такие моменты которые я от которых я просто отвыкла во франции и мне непривычно было например был такой момент когда я такой это мелочь конечно мелочь естественно заходила в магазин открыла перед собой дверь потому что никто не выходил и тут же какой-то мужчина ворвался чтобы выйти прямо такой таким стремительным шагом побежал к этому выходу получилось так что ему держала дверь он вышел но даже мне не трудно подержать двери молодому мужчине почему бы нет но главное что даже ничего не сказал не сказал не спасибо не извините ничего то есть это в порядке вещей я почему-то даже как ну непривычно мне было честно вам скажу потому что здесь с этим реально не сталкиваешься но были некоторые такие разные моменты которые даже не хочется вспоминать и вы знаете что я хочу сказать что чем больше я живу во франции тем больше ко мне прилипает вот эта идея феминизма я начинаю в ней видеть очень очень много положительного для женщин и если правильно понимать это понятие феминизм это конечно не вопрос силы скажем или равных возможностей как многие знаете как сейчас говорят что если там вы хотите равных возможностей пожалуйста и сумки таскайте на равных и готовьтесь там и в любую минуту за себя постоять как мужчины это конечно не об этом вопрос то люди просто неправильно понимают это понятие феминизм феминизм это не вопрос силы это вопрос прав женщин вопрос прав и возможностей ну например в этом отношении женщина конечно здесь и защищены больше ну конечно не то чтобы прямо так такой сильный контраст огромный но все-таки контраст есть например на улице вряд ли к вам кто-то будет подходить особенно в нетрезвом виде здесь в франции делать какие-то комплименты то есть но это очень-очень редко конечно существует всякое могу сказать что прямо вот такое черное белое существует всякое но гораздо гораздо меньшей степени например ну как бы то же самое что и здесь и женщина может прийти к мужчине с таким же успехом и сделать комплимент мужчине я считаю что в этом отношении женщины мужчины должны быть однозначно на равных потому что мне например неприятно было там у себя в минске когда ко мне подходит какой-то нетрезвый человек и какой-то что-то спрашивает и делает комплименты на меня это просто честно говоря бесило на самом деле и это не то что единичный случай это такие вот случае повторялись практически каждый день вот то есть даже с ребенком на улице выйти погулять и вот постоянно были какие-то приключения приходилось обходить там какие-то места и в общем вот такие вот моменты мне не очень нравятся вообще-то но как говорится это только моменты в минске очень-очень много сейчас хорошего и вы знаете например продукты питания мне например очень нравится то ли я соскучилась то ли что не знаю но я когда приехала минск конечно сразу начала скупать то почем я соскучилась те же глазированные сырки тоже молочная продукция тот же творог конечно я поэтому соскучилась я просто наедалась каждый день я съедала много-много сырков несмотря на это я похудела потому что много бегала потому что с маленьким ребеночком бегать немного не каждый день были вместе и работы было много но работает и вся была очень очень приятная поэтому похудение тоже очень такое хорошее мне понравилось вот и насчет продукции остановлюсь что все очень неплохо косметики много неплохой я даже себе вот купила и тени тушит раз не покупала мне подарили потому что на мой день рождения было очень-очень много поздравлений очень много подарков же материального плана вот и было все очень-очень приятный я увидела со своими дорогими дорогими и не знаю как это назвать это две сестры моего бывшего мужа не знаю как это называется но в общем то это дорогие близкие мне люди которые приехали тоже увидеть своего новенького члена семьи конечно это было все очень-очень здорово увидеться пообщаться постоянно к нам приходили гости все приходили посмотреть познакомиться потому что мальчик у нас такой любит пообщаться на всех смотрел с интересом вот и в общем то все было очень очень приятно и когда я села в самолет конечно мне было очень странно лететь но естественно здесь все равно тем не менее дома я чувствуюсь на своем месте буду снимать для вас видео потому что жизнь продолжается много событий впереди хочу сделать несколько видео для нового образа своего поскольку я уже бабушка французская бабушка вот поэтому нужно выглядеть хорошо нужно поддерживать статус чтобы внук своей бабушкой всегда гордился вот так вот поэтому на сегодня все такая маленькая болталочка просто увидеться с вами встретиться давно давно не общались и мне очень захотелось поговорить с вами дорогие зрители поэтому всем хорошего дня до встречи новых видео которые будут выходить теперь гораздо гораздо чаще всем пока 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 пока